Успешный можно назвать прошедший год для омских бадминтонисток Елизаветы Пятина и Юлии Васильевой. Итоги выступлений наших спортсменок подвели в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта, где состоялась встреча министра спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца и ректора вуза Олега Шалаева с бадминтонистками, тренерами и представителями федерации. Елизавета студентка вуза, Юля студентка училища Олимпийского резерва и мы в таком формате трех организаций не чуждых спорту собрались в прошлом году и поговорили о том, что хотелось бы точечно поддержать именно этих спортсменок, потому что перспектива показа хорошего результата налицо. То есть видно, что девчонки стараются, есть взаимодействие с тренерами очень хорошее и понятно, что бадминтон вид спорта достаточно затратный, календарь у них очень серьезный в финансовом плане и мы вот такое решение приняли и я считаю, что отработали очень слаженно. В конце января 2018 Елизавета Пятина привезла две медали с Кубка России и Всероссийских студенческих соревнований. Кубковый турнир для нашей бадминтонистки оказался бронзовым, а вот студенческий форум победным. На международных стартах «Амичка» стабильно входит в восьмерку сильнейших. На международных соревнованиях уровень выше спортивного мастерства иностранных игроков, поэтому и также можно сказать, что они мне не знакомы, то есть я их не видела, не играла с ними, потому что когда играешь на российских соревнованиях, то там ты уже можешь сказать, что всех изучил досконально не знаешь, как против них играть. А на международной арене это, к сожалению, неизвестно, поэтому там более сложно в психологическом плане. Ну и нужно успеть за игру, лучше за начало первой партии найти слабые стороны соперника и уже на них давить. Приятно, что пригласили и приятно, что поддерживают. И после таких встреч становится легче, что ты не один, что ты выполняешь свою задачу и у тебя есть поддержка. Юлия Васильева сейчас на этапе перехода из юниорской во взрослую серию. В 2017 году Юля блеснула на международных соревнованиях в Израиле. Омской спортсменке удалось победить в смешанном парном разряде. Результаты показала в этом году высокие и даже дело не в результатах, а внутреннем даже преобразовании именно понятия, как играть с различными соперниками или еще что-либо. В ходе встречи были озвучены и обсуждены вопросы развития бадминтона в целом в регионе, а также намечен план дальнейшей совместной работы. Сегодня, подведя итоги, мы поняли, что все это было сделано не зря. Достигнуты достаточно высокие спортивные результаты уже в течение 2017 года. Но самое главное, есть перспектива улучшения этих результатов в 2018 году и вплоть до завершения олимпийского цикла в 2020 году.